Здравствуйте, коллеги! Дикторская кабина своими руками. Благо, у меня в маленькой двушке оказалась кладовка, из которой я сначала сделал гардеробную. Но когда я решил уйти в закадровое звучание, мне понадобилось рабочее место. Поэтому половину гардеробной пришлось разобрать, чтобы построить студию. Каркас сделан из брусьев по 5 сантиметров, звукоизоляция и специальной акустической ваты. Данная конструкция закрывается гипсокартоном. Далее все швы и стыки обязательно промазываются шпаклевкой и сверху укрепляются специальной изолентой, чтобы пыль от минваты не просачивалась через щели, поскольку она очень вредна для легких. На гипсокартон крепится слой войлока с клеенкой с обратной стороны, которая служит дополнительной изоляцией от пыли минваты. А сам войлок уменьшает эффект эха от гипсокартона. Для полного устранения эха вся внутренняя поверхность кабины обшивается обязательно также ковролином. Потолок и пол делаются по той же схеме. И плюсом еще закрывается двойным слоем ковролина. Поскольку часть гардеробной осталась для использования по назначению, для нее была сделана внутренняя дверь, которая затем была также звукоизолирована ковролином со стороны дикторской. Вот, для входа в дикторскую была найдена дверь из массива, которая с обеих сторон дополнительно была заглушена поролоном и слоем минваты, упакованной в полиэтилен, изолированной с помощью плотной ткани. Вся конструкция двери покрыта тонким ковролином. Дверь получилась довольно плотненькая. По дверю был построен очень массивный порожек. Вся кабина изнутри полностью покрыта ковролином. И финальный слой это акустический поролон, который крепится прямо к ковролину с помощью текстильной липучки. Метод очень удобный, а также позволяет скорректировать положение листов поролона на стене при необходимости. И вот готовый результат моих работ. Довольно уютное рабочее место, скажу я вам, дорогие коллеги. По оценке нескольких звукорежиссеров, довольно авторитетных, записанный в дикторский чистый звук получился очень хорошим по качеству, как в профессиональной студии. Так что профессиональная студия звукозаписи, сделанная дома своими руками, это не мечта. А реальность. Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин Евгений Онегин